Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о красоте. Конкретнее о том, как чувствует себя современная российская мода в наших непростых условиях. И для этого разговора, для этого диалога мы пригласили в нашу студию историка моды Анатолия Вовк. Добрый вечер, Анатолий. Здравствуйте. Ну, начать наш разговор мне хотелось бы с вопроса о том, вы востребованный человек в медийном смысле в том числе. А какие чаще всего вопросы вам задают журналисты? Ну, во-первых, когда я езжу со своими лекциями по России, все хотят знать, как одеваются жительницы их городов. Они считают, что стиль жителей города Самары, или, например, Сестрорецк, или Санкт-Петербург, или Кемерово, или Новосибирск, или Екатеринбург, чем-то отличается. Все хотят знать, в чем отличие. Это первое. Если раньше, когда был традиционный костюм, и, например, горожанку из Новгородской губернии можно было отличить от горожанки из Иркутской губернии, то сегодня в условиях масс-маркета, которые за небольшие деньги готовы нас всех одеть, в одинаковую одежду, которую отшивают в Юго-Восточной Азии, очень трудно сегодня определить, как же отличается стиль одного города от другого. Поэтому этот вопрос, ну и, конечно же, все хотят знать сейчас. И телевидение, и радио, и журналы хотят знать, что будет с российской модой. Всех интересует вопрос поведения европейских брендов на нашем рынке и отношения к россиянам за пределами нашей страны, что какие-то бренды не продают россиянам одежду, не продают аксессуары. И все хотят знать, правозаконно ли это или незаконно это. — А вот вы упомянули очень непопытный момент, что в каждом регионе России, условно, была своя мода. Есть ли какие-то, на ваш взгляд, тенденции к тому, чтобы замечательная традиция была возрождена, чтобы вот эта массовая... — Нет, мы уничтожили традиционный костюм. Размывание традиционного костюма началось еще в конце 19 века. И мы сделали все возможное в 20-е, в 30-е годы для того, чтобы этого не было, чтобы это не повторилось. Мы уничтожили ремесла. Какие ремесла мы сегодня знаем? Какие ремесла мы сегодня знаем, которые отличали бы ту или иную губернию, ну или в нашем случае регионы Российской Федерации? Единственное, что в некоторых регионах, например, в Якутии вы можете увидеть все-таки мотивы Сахалы, да, то есть как раз-таки якутские мотивы. Это серебро, золото, бриллианты. У них определенные ювелирные изделия. И, например, меховые изделия из шкур оленя. Да, ну и еще немного регионов мы можем с вами найти, где будут какие-то вестиментарные отличия от других регионов нашей страны. Но в целом мы сделали все возможное, чтобы это не повторилось. А это на самом деле жестоко, и я считаю, что это было необдуманно. Хотя нет, это было обдуманно и сделано очень целенаправленно. Представьте, когда вы смотрели на женский костюм, вы понимали, сколько у нее детей, из какой она губернии. Вы понимаете, чем она занимается. По костюму можно было определить, горожанка, крестьянка, мещанка ли это, или же, например, девица благородных кровей. А сегодня в условиях фейк-делюкс, когда любая дама, отправляясь в Таиланд, покупая на местном рынке сумочку за 10 долларов, имеет претензию к всем говорить, что это сумка Шанель, которая стоит 500 тысяч рублей. И вы действительно не сразу определите, фейк-подделка ли это, или же это настоящее произведение высокомодного искусства. О какой дифференциации, о каком различии мы можем говорить. То есть костюм прежде, он не только обладал эстетической категории, но и информативный. В первую очередь. В первую очередь это информативная. А потом уже репрезентативная функция. То есть для начала костюм – это отличный способ рассказать о себе, не говоря ничего. Вот вышивка. Вышивка красными нитками, вышивка черными нитками. Кружево. Сегодня у нас какое кружево? Вот вы какое кружево знаете? Вологодское, наверное. Вологодское. Вы видели, что сегодня делает производство в Вологде. Я всегда об этом говорю. Я думаю, что они не очень хотят это слышать, но они немножечко застряли в Советском Союзе. Ну как может кружевница, скажите мне, пожалуйста, за 15 тысяч рублей, да? Создать. Может. Может. Если она будет адаптироваться к моде. Просто нужно немного перепрофилироваться. Например, я вам хочу сказать, что раньше в доме Шанель была одна кружевница. Ей было далеко за 80. Она перешла границу второй молодости, как вы понимаете. У нее, значит, был скот, сено, и она в перерывах создавала кружево для Шанель. Почему она? Да потому что все было забыто, как вересковый мед. Помните? Все было забыто, и другие не могли делать. И Шанель платила ей большие деньги. И так интересно, я видел интервью. К ней приезжают представители дома Шанель. И говорят, ну давайте, давайте, скоро же новая коллекция. На что дама говорит, подождите, у меня тут сено. Сено, а то он дает, у него понятие сено. Сено вперед, Лагерфельд потом. Так, давайте мы тоже будем адаптировать наше кружево не под салфетки, на холодильник, в сервант, в котором стоит хрусталь, из которого никто никогда не пьет. У меня всегда вопрос, а сейчас-то можно из хрусталя пить из этих бокалов или нет? Давайте мы будем делать то, что будет продаваться, и то, что будут покупать наши дизайнеры. Что делает Крестецкая строчка. У нас есть звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, у меня такой вопрос. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот расскажите, что повлияло, или, может быть, кто повлиял на ваш выбор вот такого рода деятельности, на ваш выбор профессии, и есть ли у вас в мире моды, вот такого, в международном масштабе, какие-нибудь ориентиры, ну, может быть, там, не идеалы, но хотя бы какие-нибудь ориентиры, вот кого вы уважаете, чье мнение для вас имеет значение. Спасибо, Наталья, спасибо. Ну, во-первых, тут нужно сказать, что все идет из семьи, и в первую очередь это было заложено родителями. Родители были из творческой среды, я не очень люблю говорить про свою семью, но это были творческие люди. И если мы говорим с вами о моде, об истории моды, то до передачи я вам сказала, что это уникальный способ понять искусство, понять, как работает экономика, потому что мода давно перестала быть искусством. Мода сегодня это про экономику. Как заработать больше, а может быть, и к радости, понимаете. Для искусства есть высокомодные показы, показы от кутюр, где вы можете увидеть неносимые, или, как некоторые говорят, неносибельные вещи, достойны только лишь того, чтобы их надели на красную ковровую дорожку, или, например, отправили в музей. Вот в музее они будут стоять. Например, есть такой дизайнер Гоопей. Кто сейчас около интернета, напишите Гоопей. Это дизайнер, который создает вещи, над созданием которых могут трудиться люди на протяжении 100 часов. Вышивать, даже не 100 часов, 100 тысяч часов. Вышивать, представляете, накидку 100 тысяч часов вышивать. Конечно, у нее показывают, длятся там по 30 минут, по часу. И потом, либо это покупается, например, такие мероприятия, как Мэтт Галла, потому что на Мэтт Галла нужно прийти лучше всех, затмить всех. И там как раз таки являет, там как раз таки все показывают свое мастерство вот этого кроя высокого шва, высокой моды от кутюра. Ну или, например, вы знаете, что есть несколько модных домов, их не так много, которые имеют апелляцию, то есть которые имеют право называть свои коллекции от кутюр. Вот там действительно шедевры. И я советую всем посмотреть, например, на то, что делает сегодня Дэниел Росбери в доме Скиапарелли. Это действительно произведение искусства. И даже страшно это надевать не потому, что, боже мой, как страшно, а потому что страшно что-то нарушить, что-то навредить. Что касается второй части вопроса, то я Наталье расскажу. В нашей стране, на мой взгляд, вообще понятие истории, история моды привнес Александр Васильев, приехав в Россию и начав читать лекции, а также с публикации книг вновь, вновь и вновь люди начали думать о моде, причем не о костюме. Раньше была история костюма. Раньше никто не изучал историю моды, поэтому Александр Васильев на сегодняшний момент является не просто гуру, он является человеком, который обладает мощнейшими, мощнейшими знаниями, и равных ему сейчас нет. Если говорить о мировых людях, кто занимался историей костюма, то, конечно же, это мое сугубо личное мнение. Мне здесь импонирует, его, правда, уже нет, Карл Лагерфельд. Карл Лагерфельд, на минутку я вам скажу, имел библиотеку в 300 тысяч книг. Поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть то, что он делал для Шанель, не удивляйтесь. Это говорит лишь о том, что он очень хорошо знал историю костюма и историю искусств. Потому что сегодняшние дизайнеры, которые, не имея образования, хотят вдруг создавать прекрасные коллекции, они забывают, что одного таланта мало. Нужно еще иметь образование и самообразование. Французы называют этих людей отодидакт. То есть люди, которые сами себя образовывают. И чем больше вы прочитаете книг, тем лучше, я считаю, для дизайнера. У нас есть еще один звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваше имя. Добрый вечер. Пожалуйста. Добрый. Как вас зовут? У меня зовут Вера. Вера. Очень приятно. Слушаем вас. Я бы очень, у меня заинтересовалась тема вашей программы. И вот о чем хочу спросить. Историк моды – это такая профессия или призвание? И где этому можно научиться? А еще… Или вот модельеры сами начинают более глубоко вникать в историю, в костюмы, и в дальнейшем становятся историками? Спасибо большое. Спасибо. Ну, во-первых, есть такая профессия. Есть такая профессия, и в России тоже это начинает набирать обороты. Если раньше-то казалось, что ой, там, сам себя назвал и сам пошел. Нет. Я магистратурой оканчивал в России, как раз-таки по специализации история и теория моды. А аспирантуру я заканчивал тоже в России, и моя выпускная работа была посвящена костюму в контексте искусствознания, искусствоведения. Ну, а что касается второй части, опять-таки, никто никому не мешает всегда образовываться. Дизайнер не обязательно должен быть историком моды, понимаете? Мне кажется, что все-таки это, наверное, призвание, некий способ как-то улучшить этот мир и донести нормальным человеческим языком, без, знаете ли, специфических терминов типа из кофе-де-корна, упелян, пурпуэн, нормальным языком донести суть моды, что мода — это не про тряпки. А мода, как я говорю, это лакмусовая бумажка, отражающая все процессы, происходящие в обществе. Если кто-то думает, что моды занимаются только лишь бездельники, которым делать нечего, нет, это та же самая наука, не побоюсь этого слова. И все больше и больше за рубежом известные университеты, институты начинают изучать это. Например, в Киото есть институт костюма, который имеет широчайшую, феноменальную коллекцию. Например, есть институт костюма в Нью-Йорке, есть, например, потрясающие мюзеи типа Виктория Альберта и Метрополитен Музеум, где собраны невероятные коллекции костюма. У нас сегодня, на минутку, старая деревня в Санкт-Петербурге открывает свои... Хранилища. Хранилища можно увидеть не только традиционный костюм, но и светский костюм, не только костюм государы, не императрицы Марии Федоровны или Александры Федоровны, также увидеть костюмы Бала 1903 года, их повседневную одежду, одежду у некоторых известных актрис, которые передавали это в дар. И это действительно возможность посмотреть на эпоху, если кого-то это интересует. То есть, понимаете, кто-то едет в Париж и видит грязь, а кто-то едет в Париж и видит театры, оперу, балет и музеи. Так же и здесь. Кто-то увидит тряпки, а кто-то увидит способ поговорить о чем-то более серьезном. Звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, добрый вечер, пожалуйста. Ваш вопрос, ваше имя? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина Геннадьевна Тиханова. Марина, здравствуйте. Мои западные фирмы, которые выходят с нашего рынка. Правда, эксплуатация фирмы «Зар» расширена на наших фабриках. И видите ли вы то, что наша страна сможет наклонить магазины импортного решения? Спасибо. Серьезный вопрос. Понимаете, это вот тоже такой вопрос. Может ли оперная дива петь 89 лет? Может. Вопрос в другом. Можно ли это слушать? Понимаете, так же здесь. Можем ли мы наполнить? Можем. Вопрос в другом. Но будут ли это носить выходить? В чем, понимаете? В чем была проблема советской одежды? Почему так распространены были портники-надомницы? Потому что то, что придумывал, например, Слава Зайцев, когда работал в Доме модели одежды в Москве, не совпадало с тем, что выходило в качестве конечного продукта. Вот они смотрели и говорили, ага, демисезонное пальто, значит, пуговиц нет, сразу скажу, ткани такой нет, цвет нет. Будет черное, вот с такими плечами, и с драпой, будто весит 15 килограммов, а если не нравится, пусть там, вот знаете ли, сами себе шьют. Так же и здесь. Есть у нас дизайнеры, хорошие дизайнеры, которые могут создавать достойную одежду. Но, пожалуйста, помогите им. Покупайте местных дизайнеров, неважно, где вы находитесь, в Сестрорецке или находитесь ли вы в другом городе Ленобласти или нашей страны. Помогите этим дизайнерам. Не нужно думать, что российское – это все плохое. Да, конечно, помятуя о тех временах, когда югославские сапоги были лучше, чем хрустальная ваза из гус-хрустального, простите меня, многие сегодня с таким подозрением относятся к нашей одежде. У нас есть талантливые ребята, которые вяжут, шьют, вышивают, валяют, делают валенки, делают сапоги, делают обувь на заказ, делают пальто, делают платье, делают все, даже делают шляпы. Я сижу в шляпе, которую сделали в Санкт-Петербурге. И, конечно, нужно им помочь. Вопрос в том, сможем ли мы как-то… Заместить. Ну, не то, что заместить, наполнить магазины, да? Вопрос сложный. Во-первых, не забывайте, что когда уходит один производитель, приходит другой. Понимаете, это всегда возможность для других людей. Когда кто-то уходит, хлопнув дверью, можно принести свою дверь и пропилить, и поставить ее. А можно открыть ту, которая захлопнулась. У нас есть Юго-Восточная Азия. Вы знаете, сколько производителей в Китае с радостью нам поставят и тапочки, и купальники для курортного района, и шляпы, и пластмассовые солнцезащитные очки. Все будет, все привезут. Все привезут, поверьте мне. Сейчас вот иранские бренды будут к нам приезжать, говоря, что иранцы с удовольствием хотят поделиться своей продукцией. И очень красивые одежды в восточном стиле скоро приедут в Россию. Да, это говорит о многом. Ну, а я хотел бы спросить вас вот о чем. Известно, что вот здесь у нас, в Сестровицком курорте, в начале 20 века существовала эспланада, на которой собирались самые модные люди Петербурга. Можно было увидеть различные, видимо, костюмы и различные тренды, как сейчас говорят. Вот можете ли вы сказать о том, что есть какое-то отличие того, что было в начале 20 века в моде, от того, что есть сейчас? То есть я имею в виду вот что, сейчас я поясню, что там целенаправленно занимались люди модой. Сейчас у нас в основном это удел все-таки немногих. Только в последнее время, как я вижу, начинают появляться люди, которые как-то выстраивают свою линию поведения в смысле костюма. Так вот, тем не менее, можно ли вот сейчас заметить все-таки, какие-то, может быть, ну, толчки, я не знаю, какие-то проблески того, что люди стали сознательно заниматься модой, выстраивать какие-то тренды. Да, вопрос, конечно, интересный, очень широкий, очень большой. Давайте по порядку. Прежде чем говорить о моде, давайте, пожалуйста, с вами вспомним, что в начале 20-го столетия такое понятие, как масс-маркет, отсутствовало вообще. Где люди могли брать одежду, как вы думаете? Заказывать у спортных. Правильно, у портных. Единственное, что можно было приобрести в формате масс-маркета, это были халаты, это была военная форма, которая была уже унифицирована, это были шляпы. Шляпы можно было купить уже готовые, ну, и некоторые другие перчатки. Перчатки, кто-то, между прочим, шил перчатки. Например, щеголь Дэнди, Джордж Брайан Брамл шил каждый палец у каждого портного, у каждого перчаточника, у отдельного перчаточника, а пятый и всю перчатку вместе шил у последнего, у пятого. Поэтому, вы знаете, тут тоже можно долго говорить. Так вот, дело в том, что тогда было понятие фланер. Человек, праздно гуляющий по эспланаде, по этим променадам, как в Ницце, да, английские променады. И во многих других странах, и в Стамбуле есть тоже такие длинные набережные, по которым можно было гулять. И в то время не только смотреть на других, но и показывать, во что вы одеты. Потому что все-таки хорошая русская поговорка, мы про нее забываем. Встречают? По одежке, да? И прежде, чем люди дойдут до вашего ума, раскроют ваш киндер-сюрприз и увидят вашу начинку, нужно, чтобы обертка была хорошая. Понимаете? Чем ярче обертка, тем лучше. Вспомните конфетку «Полёт», которую разворачиваешь, или золотой ключик, и она разворачивается вместе с карамелькой. И карамелька остается, и фантик остается на карамельке. Не все хотели, не все дети хотели брать эту конфетку, потому что она была не очень яркая. Да, она была вкусная. Эти... На упаковке? Да, и этот полет, он был удивительный. Особенно нужно было не проворонить момент, когда конфетка начинала превращаться в лезвие и резала тебе язык. Понимаете? Все хотели, но фантик был не очень. Фантик очень важен. Так вот, сегодня, конечно же, уже нет такого понятия, как «эспланада», нет такого понятия, как «променада». Образ жизни другой, темп другой, дамы не переодеваются по семь раз, как было, скажем, сто лет назад. Утром? Надо? Надо. Гости пришли к чаю, надо переодеться? Надо. Отправились прогуливаться? Надо. Осуществляете визит кому-то, визит на платье надо? Надо. Вечернее? Надо. Надо. Бальная? Надо. А дорожная? А купальная? Вот на курорт отправиться, понимаете? Тоже надо. А сегодня футболка, джинсы, и вот мы идем по набережной любого красивого города, и о моде не думаем, думаем о комфорте и стиле. Продолжение следует...